Покупать, продавать или подождать? Вопрос, который волнует многих самарцев в текущей эпидемиологической обстановке. Жительница Самары Ирина Радченко откладывать с решением жилищного вопроса не стала. Недавно у них с мужем родился второй ребенок. Говорит, теперь в квартире тесно. На семейном совете решили обменять свою двушку на трехкомнатную квартиру. Семья растет, дети подрастают, необходимо увеличение площади. Тем более сейчас очень выгодные процентные ставки, допустим, буквально год назад они были повыше, сейчас снизились. И поэтому приняли решение сейчас, летом, когда переезжать будет очень комфортно, когда дороги все открыты, пробок нет, соснеженности нет. Ну, в общем, такой позитивный момент. Хотелось бы приручить к своему дню рождения. Хороший подарок. Весной, во время пандемии коронавируса, эксперты отмечали высокий спрос на покупку жилья. Но состоявшихся сделок было мало из-за того, что многие продавцы соблюдали самоизоляцию и не хотели показывать квартиры. Сейчас, когда режим ослаблен, количество сделок увеличилось на 20%. Пользуются спросом в основном жилье эконом-класса, как вторичное, так и новостройки. При этом выросло и количество наличного расчета. По словам экспертов, это говорит о том, что самарцы покупку недвижимости рассматривают как способ сохранения своих сбережений. Специалисты прогнозируют и увеличение количества ипотечных кредитов. В конце июля Центробанк снизил до рекордного минимума ключевую ставку. К этому регулятор подтолкнули низкая инфляция и необходимость поддержать экономику. Такие перемены, по словам экспертов, приведут к медленному понижению стоимости жилья вместо резкого обвала цен и стагнации на рынке. Поэтому, если нужно инвестировать деньги или решить жилищный вопрос, выжидать лучшего времени не стоит. Я думаю, что вполне возможно, где-то к осени мы можем получить хорошее снижение процентной ставки на обычную ипотеку, не субсидированную. И если это будет в районе 7-8%, это будет очень хорошо и однозначно будет стимулировать покупательский спрос. И что приведет к такому мягкому снижению ценовой политики, не повлиять на корректировки аналитиков, которые прогнозировали достаточно жесткое снижение стоимости и стагнацию рынка. Поэтому, я думаю, правильное решение. И дай бог, что мы все-таки будем видеть рекордное снижение ставок и счастливых людей, которые смогут себе позволить купить квартиру своей мечты. А вот с приобретением загородной недвижимости торопиться не стоит. В этом году из-за режима самоизоляции дома разлетелись, как горячие пирожки, поэтому цены на них поднялись в разы. Эксперты прогнозируют зимой снижение их стоимости. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.